Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу обсудить с вами такую важную тему в лоскутном шитье, это подбор цвета. Тема на самом деле простая и одновременно сложная. Новички очень часто сталкиваются с такой проблемой, что они могут подобрать ткани для будущих проектов так, чтобы они смотрелись гармонично и красиво. Я постараюсь вам сегодня это объяснить простым языком, чтобы вы также смогли пользоваться и научились правильно подбирать цвета. Но прежде чем мы начнем, подпишитесь пожалуйста на мой канал, поставьте лайки, поставьте уведомления, чтобы не пропустить новое полезное видео. Ну а мы начнем. Чтобы научиться гармонично сочетать ткани, есть такой прекрасный инструмент цветовой круг Иттана. Он был создан швейцарским художником Йоханнесом Иттаном и благодаря этому инструменту сейчас как раз таки пользуются все дизайнеры, иллюстраторы, все кто работает непосредственно с цветом. Опираясь на сам круг, можно получить очень красивое и гармоничное сочетание. Сам круг состоит из 12 цветов. Три основных цвета у него являются желтый, синий и красный. Это три основных цвета. Путем смешивания этих цветов у нас получаются другие цвета. Например, если мы смешиваем желтый и красный, у нас получается оранжевый. Если мы смешиваем красный и синий, у нас получается фиолетовый. Если мы смешиваем синий и желтый, у нас получается зеленый цвет. Остальные цвета у нас идут третичные, они тоже получаются с помощью смешивания основных и вторичных цветов. Например, мы выяснили, что у нас основной идет желтый, вторичный, оранжевый. Если мы смешаем желтый и оранжевый, у нас получается вот такой вот желто-оранжевый оттенок. Если мы смешаем красный основной цвет и фиолетовый, вторичный, красный у нас основной цвет, фиолетовый у нас идет вторичный. Если мы их смешаем, у нас получается такой красно-лиловый оттенок. Давайте мы с вами разберем основные цветовые схемы, которыми вы можете пользоваться при подборе на ваше лоскутное изделие. Первая цветовая схема у нас называется монохромная. Это означает, что у нас выбран один цвет, например, красный. Вы хотите сшить лоскутный плед, либо изделие из красного оттенка, но все они отличаются по насыщенности и светлоте. Светлота это у нас светлый, темный, то есть это все просто насыщенность, это с добавлением серого, черного оттенка в ткани. Вот это считается монохромной гаммой. Из такой гаммы очень красивые изделия получаются, простые, но тоже эффектные. Я покажу, прикреплю картинки, примеры, чтобы вы наглядно могли увидеть это. Следующая цветовая гамма у нас идет. Это аналоговая, либо последовательные ее еще называют. Что это значит? У нас есть один основной цвет, а два других располагаются по обе стороны от этого цвета. Например, красный у нас идет основной цвет, красный. Два других у нас находятся по обе стороны от этого оттенка. Это красно-оранжевый и красно-лиловый. Вот эти три цвета являются аналоговой схемой. То есть они идут у нас по три цвета, расположены рядом друг с другом. Для этой схемы я тоже прикреплю картинки, на которые вы можете обратить внимание, как лоскутные изделия могут выглядеть при использовании аналоговой схемы. Третья цветовая схема у нас идет. Это комплементарная. Комплементарной схемой у нас считаются два цвета, которые располагаются друг напротив друга. Например, желтый и фиолетовый, бирюзовый и красно-оранжевый. Синий и желто-оранжевый. Вот они располагаются друг напротив друга. Между этими тканями, если вы заметите, очень сильный контраст. Если использовать такое сочетание в лоскутном шитье, в ваших лоскутных изделиях, то они будут выглядеть очень ярко. Если вы будете менее насыщены цвета использовать между собой, то это будет такой приглушенно и очень нежно получаться в лоскутном изделии. Картинки я также прикреплю, чтобы вы могли наглядно посмотреть. Следующая схема называется двойная комплементарная. Она состоит из двух комплементарных пар. Как мы уже выяснили на предыдущей схеме, что комплементарная пара это два цвета, находящиеся друг напротив друга. А двойная комплементарная это берутся два цвета, которые располагаются, и два других цвета, которые также располагаются друг напротив друга. Не обязательно брать два цвета по соседству. Например, вот эти два и вот эти два. Можно взять через, ну то есть как квадрат. То есть если посмотреть, допустим, да, вот начертить квадрат визуально, то вот эти четыре цвета, оранжевый, зеленый, красно-лиловый и синий, будут считаться двойной комплементарной схемой. Также можно взять прямоугольник начертить. Например, желтый, синий, фиолетовый, оранжевый. Это тоже четыре цвета, которые расположены друг напротив друга. Если вы заметите, и эти четыре цвета также могут считаться комплементарной парой. Сейчас я вам наглядно покажу, как это выглядит на картинках в лоскутных изделиях. Следующая цветовая гамма у нас называется триада. Прекрасная цветовая гамма и очень легкая. Она состоит из трех цветов, которые располагаются друг относительно друг друга на разном расстоянии. Вот я взяла треугольник опять же. Те же самые, например, три основных цвета у нас находятся на одинаковом расстоянии. Что я имею в виду? То есть между желтым и красным оттенком у нас находятся три цвета. Между красным и синим у нас опять же находятся три цвета. Синим и желтым у нас находятся снова три цвета. То есть все эти три цвета относительно друг друга находятся на одинаковом расстоянии. Также мы можем покрутить, то есть мы можем визуально нарисовать треугольник и его использовать при составлении этой цветовой гаммы. Например, бирюзовый отлично сочетается с желто-оранжевым оттенком и с красно-лиловым. В этой цветовой гамме можно использовать цвета в одинаковом количестве. Тоже будет выглядеть сбалансированно. Но есть один нюанс в этой цветовой гамме. Это то, что они должны совпадать по насыщенности или светлоте. Либо по насыщенности и светлоте. Также я картинку предоставлю, чтобы вы могли посмотреть непосредственно, как это выглядит в лоскутном пледе. Есть у нас еще шестая цветовая схема. Последняя она называется контрастная триада. Как мы выяснили, у нас есть классическая триада, которая находится на одинаковом расстоянии друг от друга. То есть все три цвета находятся на одинаковом расстоянии друг от друга. А есть контрастная триада. За основу берется комплементарная схема. Вспоминаем, что комплементарная это два находящиеся друг напротив друга цвета. Но вместо противоположного цвета у нас берутся два от него соседних. То есть вот у нас желтый фиолетовый, да, желтый основной. И два по соседству относительно фиолетового находятся синий и красно-лиловый цвет. То есть мы можем вот такой треугольник рисовать. И видим, что вот эти три цвета у нас очень хорошо сочетаются между собой. Если сравнивать комплементарную схему и вот эту контрастную триаду, то, конечно, у контрастной триады более мягкий контраст между цветами. Также я вам прикреплю картинки, чтобы вы могли посмотреть, как это выглядит в лоскутных изделиях. Это все цветовые схемы, которые необходимо учитывать при подборе тканей и применять в принципе в практике при создании лоскутных изделий. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментарии, я отвечу на них. Также подписывайтесь на мой канал, если вы вдруг еще не подписаны. Ставьте лайки, ставьте уведомления, чтобы не пропустить новое видео. Ну а я с вами прощаюсь буквально до следующего видео. Всем пока!